Выпей таблетку и все пройдет. Но прежде чем ее выпить, необходимо удостовериться в качестве. Плановые проверки, проводимые сотрудниками Росздравнадзора, показали, что некачественные лекарства на полках аптек, к сожалению, встречаются. При этом чаще всего это препараты для лечения желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых заболеваний и обезболивающие. Повлиять на качество могут самые разные факторы, среди которых нарушение температурного режима, соблюдение которого строго регламентируется как при транспортировке, так и при хранении в аптечных сетях. Если условия хранения были нарушены, лекарства подлежат обязательной утилизации. В этом году нами выявлено порядка 120 серий 83 торговых наименований, именно недоброкачественных. Но это выявлялось не только самостоятельным территориальным органам, но и самими же аптеками. Во время покупки таблеток, уколов и других лекарств следует быть особенно внимательным. Во-первых, обратите внимание на лицензию на фармацевтическую деятельность, которая должна быть у каждой аптеки. При приобретении лекарственного препарата обратите, конечно, внимание на внешнюю упаковку. То есть, естественно, срок годности должен соответствовать, и срок годности не должен заканчиваться. Эти днем, каким вы приобретаете, а именно этот срок годности должен охватывать весь тот период на время приема этого препарата. Далее вы можете достать инструкцию о применении. Инструкция о применении должна быть отпечатана типографским способом, сложена, правильно. Также не лишним будет провести пальцем по упаковке. И если надпись смажется, то высока вероятность нарваться на подделку. Для того, чтобы снизить риск выхода в широкую продажу фальсифицированных и некачественных лекарств, был разработан проект маркировки. По сути, это информационная система, которая работает пока в шести пилотных регионах. Рязанская область только готовится к ее внедрению. Производители переоборудуются, то есть соответствующее оборудование технологическое, для того, чтобы наносить матрикс-код на упаковку. И, соответственно, уже идет по всей цепочке дистрибьютора и так далее до конечного потребителя. Аптеки уже закупили онлайн-кассы и сканеры. Но проверить лекарства можно будет и через мобильное приложение. Как говорится, совсем скоро потребители смогут проследить путь товара от конвейера до пункта реализации. Кстати, в Рязани первыми в проект войдут аптека ОКБ и аптечный склад Рязаниформация. Кроме того, жители по-прежнему могут обратиться в Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств Рязанской области, где совершенно бесплатно проведут проверку тех лекарств, которые вызвали подозрения. Мария Рудая, Сергей Данилин, телекомпания «Город».